Предстоящему паводку посвятили заседание комиссии администрации округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В частности, шла речь о мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод, об определении границы затопления и состояния связи с населенными пунктами округа в период весеннего половодья, а также о подготовке к прохождению пожароопасного периода. Согласно прогнозам, ледоход в Наринмаре ожидается 28 мая. По словам Веры Волик, при неблагоприятной отметке уровни воды под подтоплением могут попасть Наринмар и все села, которые находятся ниже по течению реки. Исходя из оценки снегозапасов, уровни воды на чистой воде будут близкие к норме или на 30-100 сантиметров выше. Но также будут влиять, если будет потепление, таяние снега, то уровни воды будут выше. У нас в Наринмаре ожидается до 6 метров при заторе. Но это обычное явление у нас, и как бы учитывается, что будет до 6. Средний многолетний уровень воды у нас 538. До 2019 года в Росводресурсы должны быть направлены на утверждение предложения об установлении границ зон затопления, подтопления и карт объектов землеустройства по 11 населенным пунктам округа. В конце прошлого года границы зон подтопления и затопления были установлены в поселке Красное. На этот год у нас предусмотрена ВИСКО, сейчас выходим на майскую сеть Оксина и Лабужская, и за счет экономии мы планируем еще сделать ангел. Также на заседании обсудили готовность региональной и муниципальной системы оповещения и информирования населения при угрозе или возникновении ЧАЭС. По словам начальника управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности НАО Евгения Макарова, одна из системы оповещения находится в неисправном состоянии. 30 марта в соответствии с вашим распоряжением была проведена комплексная проверка. Проверка установлена, что система КСИОН находится в неисправном состоянии, отсутствует канал связи. В настоящее время также идет исполнение государственного контракта по модернизации этой системы с нарушением сроков. К комиссии был сделан вывод, что система КСИОН не готова к применению по наличию. Как выяснилось, система КСИОН не работает уже больше года, и на то есть причины. У нас здесь две проблемы. То, что при переносе пункта управления основного пришлось отказаться от радиоканалов, это первое. Ну и второе, это тот контракт, который заключен по модернизации на сегодня, который не выполнен. Сегодня идет претензионная работа, но и одновременно планируем. Все зависит от решения ФАС. Ну, я думаю, до конца апреля при выделении средств на сессии, то есть объявить повторный контракт, я думаю, до полутора-двух месяцев закрыть вопрос. Глава региона Александр Цибульский поручил ответственным лицам заняться решением этого вопроса незамедлительно. Ирина Нежалова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.